Здравствуйте, друзья! С вами проект Firm.com и я, Сергей Шихайлов. Сегодня у нас на тесте Nokia Lumia 525, удачный бюджетник на Windows Phone 8 OS. Примечательными особенностями аппарата являются его отличный дисплей, камера, производительность и автономность. Давайте посмотрим, на что способен этот финский малыш и сможет ли он составить серьезную конкуренцию аппаратам из Android лагеря. Помимо смартфона в комплектной коробке можно обнаружить стереогарнитуру, зарядное устройство, кабель для синхронизации данных, аккумулятор на 1420 мАч и документацию. Также вместе с девайсом для некоторых регионов поставляется дополнительная сменная задняя крышка. К примеру, белый экземпляр, как тот, что у нас на тесте, комплектуется матовым черным задником, нацеленным сменить данный глянцевый смокинг. В целом, внешний вид аппарата по сравнению с предыдущей моделью практически не изменился. Сплошной минимализм, переизбыток прямых линий и скругление в области перехода тыльной стороны во фронтальную панель. Главным нововведением стала смена способа обработки поликарбоната задника устройства. В 520 модели он был матовым и даже немного шероховатым. В новинке же данный полимер отшлифован до глянцевого блеска и вскрыт лаком. На фронтальной панели находятся 4-дюймовый дисплей, датчики приближения и освещения, логотип производителя, разговорный динамик и микрофон, расположенный в месте перехода лицевой стороны девайса в его нижнюю грань. Под экраном есть три сенсорные кнопки – назад, Windows и поиск. Подсветки они лишены, но за недельку привыкаешь и с легкостью нащупываешь их вслепую. Сзади проживают объектив 5-мегапиксельной камеры, еще одно лого Nokia и мультимедийный динамик. Левое ребро традиционно пустует, а на правом уместились качель регулировки громкости, кнопка питания и двухпозиционная клавиша камеры. Верхний торец – 3.5 миниджек, нижний порт – микро-USB. Задник устройства снимается вот таким образом, к помощи стамесок и отверток прибегать не нужно. Под задней крышкой производитель уместил выемку для комплектного аккумулятора и слоты под карты microSD и microSIM. Корпус собран хорошо, объективных претензий к нему нет. Дисплей гаджета представлен 4-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 800 на 480 точек. Углы обзора, насыщенность цветов и отзывчивость сенсоров претензий не вызывают. Кстати о сенсорах. Как и все старшие братья, этот малыш распознает прикосновения через перчатки. Для того, чтобы включить повышенную чувствительность тачскрина, необходимо передвинуть ползунок в специальном пункте меню. Над камерой финны поработали неплохо. Невзирая на то, что вспышки она не получила, качество контента возросло. Теперь на фотографиях, снятых даже в пасмурную погоду, шумов не так уже много. Что уже говорить про контент, сделанный в условиях хорошего освещения. Видео пишется в 720p. Качество весьма недурственное, особенно как для бюджетника. Полноразмерные примеры фото и видеосъемки, сделанные на камеру этого девайса, как обычно доступны по ссылкам под этим видео. Продвинутая нокиевская фотософтина Nokia Camera имеет место быть и в данном смартфоне. Кастомизации поддаются не только значения ISO и баланса белого, но и фокус. Согласитесь, неплохой функционал, если вспомнить, что перед нами недорогой смартфон. Устройство работает на базе двухъядерного процессора Qualcomm Snapdragon S4 MSM8227 с рабочей частотой 1 ГГц. Обработкой видео занимается сопроцессор Adreno 305. Объем оперативной памяти был увеличен по сравнению с предшественником и теперь составляет 1 ГБ. Конечно же, это позитивно сказалось на смартфоне. Новинка стала работать быстрее предыдущей модели. Производительность Nokia Lumia 525 находится на приличном уровне. К примеру, восьмой асфальт идет без каких-либо проблем. Проседания FPS едва заметны. Жаль, что объем постоянной памяти остался на своем прежнем значении. Всего 8 ГБ. Расширить ее с помощью карточки microSD можно, но приложения, жаждущие установки, все равно будут просить прописки на телефоне. А значит, многого не понаставляешь. С программной точки зрения перед нами классический виндафон от Nokia, который обновлен до Lumia Black. Диспетчер свернутых программ имеется. Вызывается он долгим удерживанием кнопки назад. Закрывать ненужный софт можно нажатием на символичный крестик. В принципе, это самое примечательное нововведение, пришедшее с последним обновлением системы. На экран блокировки вынесены дата, время и оповещение. Информации о беспроводных подключениях и уровне заряда батареи доступны в верхней статусной строке. Разблокировка происходит свайпом вверх. Рабочий стол представляет собой винегред из ярлыков установленных программ, полный список которых открывается движением пальца справа налево. Процесс создания тайла выглядит следующим образом. С рабочего стола эти плиточки можно удалять, перемещать, менять их размер и складывать в папки, благодаря специальной нокиевской софтине. Nokia папки. Цвет фона и самих ярлыков поддается корректировке, как и заставка локскрина. Из предустановленного софта выделим MS Office, который позволяет удобно работать с текстами и таблицами в Excel. Фирменный нокиевский нови-софт представлен программами. HIA Maps. Карты от Nokia. Отличаются неплохой детальностью и точностью, а главное халявностью. Заходим в настройки и выкачиваем карты для нужного региона. Кстати, и весят они не очень-то и много. HIA Drive. Отличный автомобильный навигатор. Способный работать без подключения к сети. Присутствуют голосовые подсказки. В том числе на русском языке. HIA Transit. Навигационное приложение, позволяющее прокладывать маршрут с точки А в точку Б с помощью общественного транспорта. К сожалению, моей любимой навигационной софтины HIA CityLand здесь нет и не будет, так как данный девайс лишен компаса. C'est la vie. Автономность девайса претензий не вызывает. От полностью заряженного АКБ устройство в состоянии протянуть 2-3 дня при средних нагрузках. Радует и тот момент, что аккумулятор в аппарате съемный, а значит пользователь сможет заменить его самостоятельно без экскурсии в сервисный центр. Украинская цена на девайс 190 долларов США. Стоит ли он своих денег? Еще бы! Конечно да! Этот аппарат идеально подойдет для тех, кто хотел бы поближе познакомиться с операционной системой Windows Phone, но не готов тратить на подобные эксперименты серьезные суммы денег. Тем, кто хочет заполучить полный функционал нокиевского виндафона и во главу угла ставит вопрос компактности, данный аппарат также будет отличной покупкой. Все в этом малыше хорошо или как минимум неплохо. Подкачал лишь объем встроенной памяти. Хотя, при огромном желании и на такой жилплощади уместиться можно. Все зависит от ваших амбиций. Редакция Fearum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленный на тестирование Nokia Lumia 525. Линк на товар в описании. Если вы желаете знать больше подробностей об этом устройстве, читайте наш текстовый обзор, ссылка на который есть под этим видео. Это был подробный видеообзор Nokia Lumia 525 на сайте Fearum.com. Меня зовут Сергей Шихайлов, мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр, пока. Давайте посмотрим, на что способен этот финский малыш и сможет ли он составить реальную конкуренцию. Редакция Fearum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленный на тестирование Nokia Lumia 525. Линк на товар в описании. На товар в описании. С программной точки зрения перед нами классический виндафон от Nokia. Что ты смотришь? Продолжаем. Красный диалог.